ОМТВЮА про Головне Димаршем вы называете нового премьера Гея? Там вообще-то большие это уже сказывалось внутриполитические особенности, связанные с экономикой и, соответственно, с тектоническими изменениями в политическом классе, но это как бы мы это все еще будем, судя по всему, лицезреть в течение недель-двух, вот, когда его попытаются провести вместе с новыми министрами вот это я посмотрю, вот это будет Воспользуются пунктом из законопроекта, который позволяет в обход парламента делать все, что хочет вокруг. Это так и не работает с кабинетом министров. Знаете? вообще, то, что это работает где-то в обход парламента, в демократической стране, дело вполне себе удивительное. У нас был пример когда, соответственно, премьеры несколько раз проводили и допроводились, да, соответственно, как бы практически перевыборов, соответственно, отдельно взятых поэтому было такое. Вот, в многих странах такая схема есть, которая, она просто более мягкая, она позволяет принимать участие. Вот в этом проблема. Так вот В России нет такой схемы чтобы проводить решение в обход парламента, жизненно важное для страны. Если трижды, не уничтожен премьер-министр, можно распустить парламент? Да. Можно же? Да. В обход парламента Вы не проводите это решение Новый парламент, все равно за него голосуют Новый парламент, да, естественно, не нужно Вы, конечно, это можете делать просто. Вот, то есть проблема заключается в следующем. Проблема для страны это быстрая. Вот, ну, кто волновался Проблема заключается в следующем. Короче, Дмитрий Гавич, мы гораздо более крепкая демократия, нежели Франция. Очень серьезное утверждение Просто мы обновились, мы в периоде роста, они умирают Так я вам немного просвещу У нас, как бы, согласно данным Всемирного банка сегодняшнего, вся экономика в 90-е начало вернул, собственно говоря. Мои поздравления Мы до этого добылись, мы все это дело пытались в 90-х отстроить, мы сейчас в 90-х С точки зрения, причем в начале Сейчас объясню. Дело в том, что экономика считается по 4 года. Пример, сейчас в 1990-е, 1994-е Это плановая экономика считается по 4 года Нет, это Всемирный банк. Вернее, по 5 у нас считалось По избирательным циклам не считается, я с президентским сроком Ну так вот. Вот, так вот 90-го по 94-й год Это самый тяжелый период в мировой экономике За последние 30 лет Темпы роста, соответственно, 2,1 Я напоминаю, что темпы роста глобальные ниже 2,5 Это рецессия По, соответственно, определению Международного валютного фонда Все, что растет меньше 2,5 То есть надо понять, что это где-то падает, а где-то растет, но немного Это рецессия глобальная Тут детям в 90-х рассказывать Так вот Что у нас было с экономикой? Ничего Все прекрасно помним Дети сейчас 23-го года уже дети 90-х С точки зрения экономики Почему? Потому что с мировой точки зрения С точки зрения темпов роста, который будет в 24-м году Это будет самое плохое 4 года Включая пандемию со всего остального С 2090-го года Там Третьяков только что пообещал Прекрасный, великолепный, високосный 24-й год Мы поверили человеку и вы Так вот, а я сейчас как бы Разбиваете наши надежды Нет, ВФ, ВОЗ Нельзя верить этим организациям Хорошо Минэкономике нашей можно поверить? Ладно, ей вырить нельзя, соответственно Хорошо, ЦБ, кому вы там доверяете? Вопрос заключается в другом Вопрос заключается в том, что последние 4 года Действительно очень серьезный удар идет по экономике Во всем мире удар по экономике 25% всех развивающихся стран К называемых, естественно, развивающихся рынки Будут жить хуже, чем до 2019 года Тоже Путин виноват? Не Путин виноват 4 эти года, когда была пандемия Когда были, естественно, 2 военные Ну, то есть, 3 фактически военных 2 военных, как бы, крупных действий, естественно Все это сказалось на том, что экономика И люди испытывают очень серьезное экономическое воздействие Сейчас начнется Тайвань И все обнулится Надеюсь, что нет Так вот Спад на 10% Ливия, Ирак Кстати говоря, Ирак будет расти сейчас По данным Всемирного банка Быстрее всех Из Ближневосточного региона Кстати говоря, как и Иран Татас неплохо Быстрее всего будут расти Согласно тому отчету, который вы, по всей видимости, сейчас цитируете 6 стран африканского региона Да, только у них, соответственно, уровень базы будет крайне невысокий Я, кстати говоря, следует отметить, что СОДУС-Карави Отрицательный рост единственной страны в регионе А мы-то, а мы-то, а не Так вот, а мы У нас на следующий год запланировано 1% На этот год у нас На этот? На этот год уже закон На 24-й год Ну, на 24-й, да На 24-й год, соответственно Запланировано Всемирным банком, соответственно, 1 и 1 Ну, 1 и 1 Они их меняют каждый раз Вот, соответственно, и 0,9 в следующем году Они нам и в позапрошлом На прошлый год планировали один Правильно Но у нас три Правильно Поэтому ЦБ у нас говорит следующее У нас говорит ЦБ, что, соответственно, примерно 1,5 и 1,6 Но чуть может быть меньше Соответственно, примерно вот это направление, куда надо выдвигаться Подписывайтесь на канал и не пропускайте новые видео Пишите комментарии и делитесь с друзьями Наша казка хорошая, новая, начинаем ее снова Зима же на дворе, а это значит, что? Европа замерзает? Неожиданно, правда, но тут и есть элемент неожиданности Часть Европы замерзает, а другая часть почти утонула В Финляндии вода застывает прямо в полете В Лапландии минус 44 градуса, рекорд за полвека Такие морозы слишком дорого обходятся Финнам Лапландия? Ну это ж как бы далеко не вся Финляндия Действительно, там морозно сейчас Но не так, как в Лапландии Ну ладно, это вообще такая мелочь на фоне всего остального В общем, посыл понятен Холода такие, вода замерзает, кипяток замерзает Прям внутри чайника Конечно, главная проблема не в этом А в том, что, оказывается, в Финляндии По твердому убеждению наших пропагандистов Отопление-то оказывается электрическое Счета за электроэнергию огромные Именно с ее помощью здесь отапливают многие здания Может в Лапланде оно и так? Но они-то рассказывают, что, дескать, везде так Чтобы сократить расходы, бизнесу рекомендовали По возможности отправить сотрудников на удаленку Вот это я понимаю, экстренные меры Сотрудников отправить на удаленку Еще, наверное, носить варежки И, выходя на улицу, одевать шапку Экстренные меры И это при том, что вот буквально, буквально пару дней назад В Москве произошла крупная коммунальная авария И без тепла и электричества сидело прям несколько районов Но зачем же про это? Это как-то... Это, в общем-то, зачем? Лучше послушайте, как там в Финляндии На удаленке теперь работают А Швецию замело На дорогах километровые пробки Тысячи машин в снежном плену Уже несколько дней их пытается освободить гусеничная техника Но пока расчистить удалось далеко не все трассы Не все трассы, опять же, все переживают А у нас, как там с трассами, все прям почищены Вот свежая новость о том, что огромное количество машин Врезались друг в друга на трассе Потому что трасса не почищена И это не в Лапландии И даже не в Финляндии И даже не в Швеции Это у нас Но кому это надо? Ну а дальше прям пример из Швеции Вы только посмотрите, в каких нечеловеческих условиях люди А будут знать, опять же Санкции и все дела Будут знать Я вижу, что все, что сейчас находится снаружи Застревает и даже ветер не может сдуть сугробы Вы завтра куда-нибудь пойдете? Нет, я останусь дома Сейчас я собираюсь в Оспе Но хочу уехать до того, как начнется буря Представляете, какое чудовищное Какой катаклизм мощный Она все равно на велосипеде Представляете, даже ветер не может сдуть сугробы Это же кошмар Подписывайтесь на канал и не пропускайте новое видео Пишите комментарии и делитесь с друзьями Мы также будем вдячны за поддержку нашей работы на Патреон Або інших зручных платформах Реквізити в описи до відео